С наступлением холодов на горячую линию Центра защиты Одесситов все чаще поступают звонки с жалобами на плохое отопление. Связано это в первую очередь с ненадлежащей подготовкой коммунальщиками сетей к отопительному сезону. Большинство одесситов исправно оплачивают коммунальные услуги, тем не менее это не спасает их от плохой подачи тепла. Очередной адрес, который посетила наша команда это средняя 61. Вот уже второй месяц Лилия Глимботская мерзнет в своей квартире из-за завоздушенного стояка. Тепло до ее второго этажа просто не доходит. Также по причине недостаточного прогрева помещения недавний ремонт в квартире идет на смарку. Вот посмотрите, у меня по факту из-за того, что перепад температур, вот что происходит с обоями, со стенами, вот видно, что тут даже отходит шпаклевка у них. Не только обои, тут уже сыпется и шпаклевка. И при том, что здесь стены ненормальные, видите, отшпаклеванные поровные. И, в общем-то, здесь не такое уже все старое. Но выглядит оно так, как будто бы оно уже повидало виды. Потому что постоянно то влажная стена, то чуть-чуть оно прогревается, и происходит вот этот перепад температур. Из-за этого фактически у меня отклеиваются обои и портится, в общем-то, и внешний вид. Для того, чтобы хоть как-то согреться, одесситке приходится пользоваться электроприборами, что при нынешних тарифах очень сильно бьет по кошельку. По причине использования дополнительной электроэнергии существует и другая, не менее серьезная проблема. Вот здесь приходится, для того, чтобы находиться в этой комнате, чтобы спать, здесь приходится дополнительно обогреваться. А, кстати, электричество, вот, мне никто не даст соврать в нашем доме, что у нас здесь проблема с проводкой. Потому что еще месяц вот таких вот электроприборов, и мы будем сидеть еще и без света. Лилия Станиславовна предполагает, чтобы нормализировать подачу тепла, коммунальщикам не нужно проводить капитальный ремонт. Достаточно просто развоздушить систему. Вот эти постоянные рассказы, что плохая подача и так далее, но в прошлом году целый месяц они выпускали воздух. И даже у меня на втором этаже было 25 градусов. С чего сделал вывод, что как бы... Так а сейчас работают батареи? А сейчас, пожалуйста, вы можете пройти. Ну, градусов 30. Ну, я не знаю, 30 ли это, но вот на кондиционере показывают 16 градусов в комнате. В ЖЭКе мы же звонили на горячую линию, они должны были 17-го числа ко мне прийти. Я не знаю, зачем у меня дома надо было работать. Конечно, никто не пришел. В ЖЭКе говорят, да-да-да, до вас дойдет очередь. Руководитель Центра защиты одесситов Егор Прокопчук вместе с жительницей дома направились в ЖКС Хмельницкий, чтобы выяснить, почему до сих пор так никто и не пришел. Пообщаться удалось с главным инженером Еленой Ерошиной. Смотрите, это средняя 61, там на верхних трех этажах сауна, а ниже всех холодов. Завтра мы созвонимся к вам по мобильному этому телефону, выйдет комиссионная обследовательная, то есть старший мастер, начальник участка, я думаю, разберутся в этом вопросе. Отлично. Без того, что... Центр защиты одесситов остается на связи с жительницей средней 61 и обязательно проследит, чтобы коммунальщики как можно скорее наладили подачу тепла. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, кто вас обидел. Пенсионеру Владимиру Бабелю 80 лет. Проживает он один в своей небольшой квартире на Пишоновской, 39. В таком почетном возрасте хочется спокойной жизни и поменьше забот. Однако об этом до недавнего времени одессит мог только мечтать. Огромная акация прямо у него под окном в любой момент могла рухнуть на квартиру Владимира Александровича. Дерево много лет никто не подрезал, да к тому же оно практически полностью прогнило изнутри. При ветре в апреле месяце еще корни повыразило оттуда, подгнило. Вот посмотрите сюда. И оно угрожает мне, грохнет, я одинокий. Вот оно угрожает, еще хороший ветер, дождь, оно грохнет мне на крышу. Я сам жалею зелень, но нельзя его оставлять, понимаете? После многочисленных обращений пенсионера из ЖКС прислали какого-то сотрудника. Однако его действия и знания своего дела вызвали лишь смех. Когда к мне на смех прислали Жека, это когда уже вы там нажали где-то, прислали у такого парня из вот такой пилочки, что он сделал с деревом. Я говорю, спили дерево. Команда Центра защиты одесситов решила разобраться, почему дерево до сих пор не спилили и кто за это отвечает. Первый визит правозащитник Алексей Асауленко нанес в ЖКС Портофранковский, где пообщался с заместителем директора Сергеем Берлинским. Ситуация аварийная, опасная. То есть может и дерево рухнуть, и могут и люди пострадать. Я думаю, пара дней, мы придем, посмотрим, определимся, что там сделать. И думаю, что до конца недели этот вопрос вообще решим. После общения с Сергеем Берлинским прошло больше двух месяцев. Но коммунальщики таки не приступили к сносу дерева. Мы повторно посетили ЖКС Портофранковский и его директора Виктора Страшного. Мы обращались к вам, Пишоновская 39, по поводу дерева. Вы сказали, что будет срезано. Мы связались с зелентрестом. Они действительно получали ваше обращение. И сейчас говорят, вопрос только в том, чтобы вы оплатили удаление этого дерева. Я не буду оплатить. Это дерево находится на улице. Они говорят, что вы должны это оплатить. Ну, оно на улице находится. Пусть... Пусть что? Ну, это дерево находится на улице. Не внутри двора. Ну, если Андреев говорит, что все равно на этом промежутке оплачивает ЖКС Портофранковский? Вы им верите? Внутри дворов. Вы же прекрасно знаете, что мы с нас все на улице. Противореча самому себе. Тут же директор заявил, что ЖКС вообще не пилит деревья. Вы не будете оплачивать их работу? Чтобы вы понимали вашу позицию? Они пускай выполняют. Они за зелеными наслаждениями. То есть сейчас они не выполняют свои работы? У меня в СДПТ не написано, что я обязан платить за снос деревьев. Выходит, внутри двора ЖКС пилит деревья, а с фасада нет. Чтобы окончательно разобраться, кто обязан удалять опасное дерево, Алексей Асауленко посетил КП «Зелентрест», где пообщался с руководителем этого коммунального предприятия Никитой Кореневым. Согласно пункту 4.14 правил, уход с зелеными насаждениями на улицах перед строениями до проезжей части возлагается на баланс содержания собственников этих зданий. ЖКС при наличии необходимости сноса либо подрезки ториного дерева дает заявку коммунального предприятия «Горзелентрест» с гарантией оплаты. При наличии такой заявки «Зелентрест» незаметно приступает к выполнению работы. По данному адресу заявки с гарантией оплаты от ЖКС «Простофранковский» не поступало. Как выяснилось, именно ЖКС обязан выполнять подрезку аварийного дерева. Но учитывая сложившуюся ситуацию, руководство «Горзелентреста» решило пойти навстречу пожилому одесситу. Учитывая внимание к данному адресу, поднято средства массовой информации, в течение этой недели специалисты предприятия выйдут на адрес, и если информация подтвердится о необходимости сноса и аварийности данного дерева, то работы будут выполнены. Центр защиты одесситов в очередной раз помог разобраться в запутанной ситуации и добиться положительного результата. Однако остался один нерешенный вопрос. Почему одни коммунальные предприятия помогают решать проблемы жителей нашего города, а другие игнорируют их проблемы? Спасибо Центру защиты одесситов за помощь в сносе дерева. С апреля месяца мне пришлось позапрошлый день воевать за это дерево, за снос. Ребята, спасибо, помогли.